здравствуйте прежде чем смотреть и слушать этот ролик я настоятельно рекомендую вам ознакомиться со статьей опубликованной в моем блоге которая называется парабигма жизни тупик и выход ссылка на блог находится в описании к этому видео почему я рекомендую сначала ознакомиться со статьей все дело в том что поднимаемые там темы и вопросы настолько значимы и важны что для каждого из нас что подойти к ним поверхностно вскользь просто-напросто не получится обязательно нужно принять внимание смысле ту информацию которая представлена статье это не только мое мнение это мнение очень многих и ученых и прошлого и современности так что читайте вникайте смотрите самое статьи есть интересное видео переходите по ссылке но я как и обещал в конце статьи расскажу о программе 2020 итак концепция программы 2020 основные тезисы вирусы являются универсальной информационной составляющей можно сказать адаптационным механизмом предусмотренным со самой природой для всех для всех без исключения форм жизни на земле именно вирусы являются тем информационно-адаптационным механизмом от правильности работы которой зависит состояние здоровья человека другими словами вирусы взаимодействуют не только собственно клетками человеческого организма мы бактериями грибами простейшими находящимися в теле человека более того именно взаимодействие вирусов с микробиомом человека подавляющим большинстве случаев предопределяет вектор развития состояния человека под названием болезнь либо здоровье именно от того как именно происходит взаимодействие прямо отражается на состоянии здоровья человека прямо не косвенно а прямо в идеале как это происходит плановый апгрейд апгрейдом я называю информационное обновление статьи об этом тоже написано происходит благоприятных внешних и внутренних средах что такое внешняя среда человек большую часть времени проводит естественном отрицательном это идеал да как бы естественном отрицательном электростатическом поле земли ходит ногами по земле в окружении природных эко-конгумерации лес или корика животные и так далее питается натуральными продуктами дышит чистым воздухом пьет родниковую воду то есть в полном согласии и единении с природой а что же тогда внутренняя среда человека там где проживает собственно говоря микробиом при таком сочетании внешней среды внутренний я прямо пропорционально так как микробы неотъемлемая часть внешней среды то и при высоком ее качестве среда внутренняя не вызывает никакого беспокойства при такого рода взаимодействии вирусы клетка и микробиом иммунная система человека поддерживает высокий высочайший даже можно сказать уровень боеготовности микробиота находится в уравновешенном состоянии нет превалирования одной колонии на другой нет состояния войны между микробами генные мутации клеток человека и клеток микробов не выходят за рамки допустимого организм по другому супер организм потому что и человек и микробиом который его населяет здоров то есть абсолютно соблюдено главное неоспоримое качество живой природы это баланс соблюден баланс что происходит в нашей современной жизни то есть от идеальных теоретических условий к нашим практическим условиям проживания плановый апгрейд информационное обновление происходит вне благоприятных внешних и внутренних средах внешняя среда практически полное отсутствие отрицательного электростатического поля земли особенно в городских условиях сплошной бетон, стекло, пластик, асфальт экранируют естественный отрицательный фон земли а искусственное электромагнитное излучение лэп так называемые линии высоковольтных электропередач вышки сотовой связи домашние бытовые приборы и не только довершают картину тотальной изолированности человека от необходимой ему подпитки отрицательным полем земли это так массовое скопление людей как следствие молниеносная эпидемичность принимающая характер все более и более принимающая характер пандемии то есть неуправляемой эпидемии многократно превышенный уровень загрязненности воздуха, воды и соответственно антибиотики продуктов питания даже если запомнить раз и навсегда если вы не употребляете никакие таблетки в принципе антибиотики в частности с продуктовой питания в основном это мясо молочка вы получаете антибиотики по полной программе внутренняя среда тоже правило прямо пропорциональности только наоборот при таком сочетании внешней среды внутренняя микробиота прямо пропорциональна так как микробы еще раз неотъемлемая часть внешней среды то при низком ее качестве среда внутренняя увы и ах чрезвычайно низкого качества при такого рода взаимодействии вирус и клетка и микробиом иммунная система человека находится увы не в самом лучшем состоянии это очень мягко говоря микробиота находится в не уравновешенном состоянии есть постоянное превалирование одних колоний над другими непрекращающееся состояние войны между микробами генные мутации клеток человека и клеток микробов выходят за рамки допустимого организм суперорганизм болен а что собственно говоря мы понимаем под общим названием болезни как правило суть любой я подчеркиваю любой болезни является воспалительный процесс как у нас говорят воспаление и следующее за этим остановка кровообращения бывает общее или местное ну под остановкой кровообращение я конечно же понимаю не остановку сердечного кровообращения то есть когда наш пламенный мотор погаснет тут уже всему остановка нет капиллярное кровообращение в первую очередь капиллярное кровообращение когда нарушается это называется остановка местного капиллярного кровообращения причем более 90% воспалительных процессов в организме человека прямо связано с качественным и количественным составом микробиома человека и только 10% заболеваний вызвано именно структурными повреждениями клеток самого организма человека возникающими при травмах различной этиологии связанных с остановкой кровообращения общего или местного с последующим подключением воспалительного процесса в котором опять же первую скрипку играют бактерии вирусы грибы проще говоря без решения вопросов с качественным и количественным составом вашей микробиоты ни одно заболевание не может быть вылечено ни одно где же выход идеальную среду обитания мы вряд ли сможем обеспечить ни за какие деньги не обеспечьте что бедный человек что богатый воздух один и тот же еда тоже принципиально не отличается это принципиально просто невозможно условия внешний и внутренний среды обитания таковы что в тенденции только ухудшение ситуации как бы печально это не звучало но это так а выход вернее вход в достаточно гармоничную безболезненную среду обитания для человека он рядом и лежит на поверхности как говорится вот только чтобы увидеть его надо не только смотреть надо видеть надо понимать надо осознавать общую концепцию построения взаимодополняемой жизни на земле я сейчас не буду уходить в теорию этой концепции скажу лишь то что чрезвычайно важное напрямую касается темы нашей сегодняшней беседы а именно природе нет не было и не будет никогда четкого разграничения белое и черное плохое и хорошее это условные понятия выработанные самим человеком в угоду собственного эгоизма надо понимать что если современной науке пока не ясно предназначение более 90% населяющих человека микроорганизмов это вовсе не означает что они плохие и несут нам беды и несоизмеримые несчастья главное как я уже говорил это баланс пусть условный пусть мы до конца не знаем не понимаем предназначение всех и все обитателей нашего организма но именно балансу сил в микромире поддержанию мира и согласия в среде нашего микробиома и служит программа 2020 откуда такая уверенность именно от осознания того факта что в процессе жизни если хотите микроэволюции населяющие нас микроорганизмы постепенно претерпевают огромное количество мутаций и связано это в первую очередь именно с безрассудным потреблением нашей цивилизации искусственно созданных лекарственных средств и в первую очередь конечно же антибиотиков совершенно верно утверждение о том что микромир уже практически никак не реагирует на антибиотики резистентности связанные с этим понятием десятки сотни новых заболеваний но почему то никто не подумал о том что из подобного положения вещей люди уже извлекают пользу знают они об этом или нет это уже другой вопрос так чем же польза конкретно отдельно взятого человека от того что его микробиом имеет резистентность ко всем искусственно синтезированным антибиотикам именно в том что микробиота человека точно так же как и он сам чрезвычайно нуждается к возврату исходных если хотите стартовых условий для продолжения жизни дело в том что генетическая мутация как клеток человека так и микробиома то есть бактерий грибов простейший не может продолжаться бесконечно долго это априори невозможно есть определенный порог если хотите предел видовой мутации после которого сам вид как вид перестает существовать он переформатируется преобразуется в нечто другое то есть по сути из одного вида бактерий с определенным набором генов появляется совершенно другой вид и далеко не факт что именно бактерии как далеко может зайти видовая мутация я думаю что очень далеко она может зайти не факт в том что бактерии но факт в том что бактериям это абсолютно не нравится они были вынуждены мутировать так как самому их существованию угрожали антибиотики тут как говорится выбора нет хочешь жить мутируй но сейчас ситуация становится обратной для того чтобы жить им мешает не антибиотик а критическое число мутаций безусловно те же бактерии и грибы являются неотъемлемой частью природы и конечно же у них точно так же как и у наших клеток есть механизмы самоочищения регуляции регенерации переформатирования и так далее то есть смысл в том чтобы в какой-то критический момент обнулить стереть ненужную мешающую жить дальше нормальной жизнью информацию так вот именно в этом и заключается основа программы 2020 дать микробиоте вашего организма именно то в чем она отчаянно нуждается практически идеальные условия для планового апгрейда планового и идеальные условия итак если тезисно повторить основные приоритетные задачи программы 2020 то выглядит это не так первое привести состояние микробиота организма в состояние баланса идеального баланса второе путем создания практически идеальных условий для планового апгрейда на генном уровне бактерий грибков и простейших населяющих организм человека получить кратное кратное повторяю увеличение потенциала мощности общего иммунитета человека при котором естественным образом произойдет апгрейд клеток всей иммунной системы человека это позволит перейти на новый уровень программы 2020 программа многоуровневая и принципиально ликвидировать очаги имеющихся воспалительных процессов при любых заболеваниях во всем организме в любых его органах и системах краткий пример одно из самых распространенных на сегодняшний день проблем со здоровьем и именно у достаточно молодых людей является ревматоидный артрит и его брат цариатический артрит об этих заболеваниях очень много говорят но очень мало делается почему ответ прост как только медицина сталкивается с любым аутоиммунным заболеванием просто я выбрал эти артриты как бы на поверхности лежат любое аутоиммунное заболевание возьмите ситуация будет практически одна и та же так вот как только медицина сталкивается с любым аутоиммунным заболеванием а эти братья и есть самые что ни на есть верчайшие представители этих заболеваний все приехали тушить и свет и весла заодно а аутоиммунные не лечатся ну не лечатся так вот мой подход в частности к этой рассматриваемой проблеме очень прост их не надо лечить вот в том понимании как их лечит современная медицина их лечить не надо это путь никуда это просто другими словами человека прогонят по всем кругам ада и вместо одного аутоиммунного заболевания у него будет 10 вот к чему приводит это лечение так вот не надо их лечить надо создать условия при которых смотрите пункт 2 там я сейчас все это озвучил вот при которых будут идеальные условия для восстановления для полноценного апгрейда микропиота создали эти условия и аутоиммунные реакции организма то есть реакции направленные против своих же клеток они уйдут сами аутоиммунные реакции организма есть не что иное как следствие системных ошибок при выполнении плановых апгрейд то есть как клеток микробиома так и собственно клеток непосредственно самого человека это системные ошибки сбои зависания они могли происходить у ваших родителей потом передаться по наследству вам также дальше будут передаваться вашим детям вашим внукам и так далее это нормальная вещь это природа так устроены все живые механизмы то есть наследственная информация генетическая информация передается неважно плохая она или хорошая с нашей точки зрения так устроена природа вот чтобы этого не происходило чтобы информация не передавалась условно говоря плохая надо проходить понимать в чем суть программа 2020 о чем я собственно говоря и рассказываю так вот убрав стерев эти системные ошибки мы уберем и аутоиммунный реакции организма уйдет воспалительный процесс уйдет боли конечно же вся эта симптоматика этих заболеваний человек практически будет здоров конечно не надо забывать о том что стадия заболевания накладывает определенные ограничения всегда накладывает если например при тех же артритах уже произошли необратимые изменения в суставах в костной ткани восстановление не будет полным ну и дальше процесс не пойдет то есть человек будет продолжать нормально относительно здоровую жизнь при существующих уже как бы физических физиологических ограничениях потому что лучше поздно чем никогда ведь не случайно говорится незнание закона не освобождает от ответственности природа по своей сути достаточно простая и мудра одновременно знайте это понимайте это следуйте ее законам только и всего тогда сполна ощутите на своем собственном примере что такое здоровая и безболезненная жизнь даже сейчас в нашей как я бы сказал перевернутой с ног на голову жизни я и дальше буду освещать программу 2020 естественно это первый шаг это первый ролик первое знакомство еще раз повторяю читайте статью смотрите видео которые там даны ссылочки прочитайте я специально подобрал эти статьи специально подобрал это видео потому что это как бы отражает общий взгляд на существующую на имеющуюся проблему на сегодняшний день общий взгляд науки вот конечно же он не совсем полноценный с моей точки зрения но тем не менее он есть это уже радует это уже хорошо вот ну дальше буду слушать ваши вопросы и отвечать на ваши вопросы буду рассказывать о программе все больше и больше и больше о программе 2020 сразу еще раз просто напоследок хочу уточнить программа многогранная всеобъемлющая подходит практически под все известные типы заболеваний которыми как бы человек сам себя наградил на этом все желаю вам удачи и здоровья удачи и все и и и и и и